Практически все, что мы люди делаем, все, что нам кажется, что мы решаем сами, на самом деле это инстинкты, и это мы делаем автоматически. Это настолько грустно, если задуматься. Есть такая методика инсайты какие-то доставать. Ты просто берешь там продукт, который тебе надо порекламировать, ты задаешь серию вопросов, ну и что, или а что с этого. Мы тогда тренировались на диджингл для диджуса, это звонок с музычкой, который ты себе устанавливаешь. Ну и что, ты кажешься спецом в музыке, а что с этого. Тебя уважают окружающие, что это тебе дает. Задавая вот эти вопросы, разные, по разным направлениям, все равно все сходилось к продолжению рода в конце концов. Мы даже потом взяли, например, ты ковыряешься в носу, почему, оно все приходит туда, это так грустно. Говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь и на воду. Это статические вещи, но они все время двигаются. Человек, у которого физиологически заложена необходимость, чтобы что-то двигалось у него в сознании или у него в поле зрения. Если движения нет, то значит что-то не то. История это всегда движение. Людям физиологически интересно наблюдать за историей. Самая распространенная форма художественного выражения. Поэтому, рассказывая истории, в том числе и в рекламе, мы помогаем потребителю, потому что он бедный, когда приходит и не знает, какое пиво купить. Он вспомнит наш ролик, который был ярче остальных, и фу, слава богу, у него спадет эта гора с плеч, он купит это пиво. Ну, наше. Есть три основные группы сюжетов по принципу. В первую очередь, это классический сюжет. Его называют архи-сюжет. Это побег из Шаушенко. История с четким героем, преодолевающим сложности. Большая, красивая. Минималистическая история, мини-сюжет. Это фильм «Покидая Лас-Вегас». Там играет Николас Кейдж. Он играет там писателя, алкоголика, который понимает, что он уже умирает. Он едет на последние деньги в Лас-Вегас, чтобы там спиться до смерти. Это не всегда закрытая концовка. И непонятно, что стало с героями. Линии развиваются параллельно сюжетные. И есть антисюжет. Сюр полнейший, например, Монти Пайтон. Если переводить это на рекламный рынок, то тоже можно найти подобные закономерности. По мере удаления нашего сюжета от классической структуры, вот туда, в минимализм или сюда, в антиструктуру, происходит неизбежное сокращение аудитории. Самые правильные истории в процессе повествования. Человек не может, войдя в историю, выйти абсолютно таким же. Это время, потраченное для него и для зрителя впустую. Он ничему не научился, он никак не изменился. Движение в истории всегда происходит через конфликт. Как без тьмы не бывает света. Так без негатива нельзя сделать нормальный ролик, я считаю. Клиенты очень часто говорят, и это основная ошибка. Они говорят, а давайте без негатива. Пытался объяснять, что смотрите, продукт-то, если он героя выводит из негатива в позитив, то роль продукта, она же намного сильнее. Нет. А давайте у нас уже все хорошо в начале, а станет еще лучше. Нету такого, что у героя все хорошо, а стало еще лучше. Нету. Ну, из тех, которые не снимают на свадьбах. Есть такое понятие, к которому должны стремиться люди, занимающиеся творчеством. Катарсис – это оргазм в искусстве, ни больше, ни меньше. Но когда зритель плачет условно, клиенты плакали на презентации, вот это был катарсис. Все, спасибо за внимание.